Венецианская комиссия 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 Креста к удерживаемым лицам, в частности на оккупованных территориях, и обмен всех на всех. Это то, о чем вы говорили и договаривались. Со своей стороны, Украина совместно с другими участниками, да, мы выполнили ряд договоренностей. Это вопрос прекращения огня, который уже длится с 27 июля. Да, он не абсолютный, но то, что интенсивность конфликта, она снизилась в разы, это факт. Разведение войск на трех точках, которое произошло. В частности, было очень много критик, говорили, что это позволит боевикам оккупировать эту часть территории. Ничего этого не случилось, как видим, но мы это сделали. Плюс вопрос КПВВ. Также их работы, к сожалению, блокируется. Также вопрос того, что Украина сейчас хочет превратить их в сервисные центры. Один уже такой сделан, но по другим, к сожалению, у нас нет прогресса, потому что боевики, они всячески упираются в этом. То, что это война за эмоции. Эмоции людей, которые Украина сейчас действительно может переломить себе в пользу. Это очень важный тоже момент. Потом в ТКГ также много договоренностей было достигнуто. Это вопрос разминирования, в частности. Девять участков были согласованы. Но, к сожалению, да, по многим моментам мы упираемся в деструктивную позицию, на самом деле, Российской Федерации. Так это деструктивная позиция. Самое, что интересно, Российская Федерация использует, например, удерживаемые лица для того, чтобы продавливать свои политические моменты. Как мы можем тогда абсолютно не на равных играть в этой истории? Абсолютно здесь правы. Потому что и вопрос перемирия, кстати, это тоже то, что использует Российская Федерация. Если мы посмотрим на хронологию событий, когда только начинаются какие-то раунды переговоров в рамках трехсторонной контактной группы, у нас начинаются провокационные обстрелы со стороны боевиков. Потому что это тоже инструмент влияния. Далее, удерживаемые люди — это обменный фонд, к сожалению. К ним не относятся как к людям. Причем изменение подхода, человекоцентричность, оно произошло как раз со сменой власти, с приходом Владимира Зеленского как президента. И логика переговоров изменилась. Если раньше мы говорили просто о территориях, которые нам нужно освободить, а к людям, которые там проживают, ну, достаточно было неоднозначное отношение, в частности, со стороны наших политиков. Прекрасно мы помним некоторые заявления, эпитеты, которые они использовали, что является недопустимым. То сейчас мы как раз говорим о том, что люди, и это перемирие, которое сейчас есть, это как раз оно сохраняет жизнь как нашим военнослужащим, так и гражданским лицам, которые там проживают. Это очень тоже важный момент. Плюс давайте вспомним первые шаги, которые делал Зеленский, когда пришел к классу. Это вопрос моста, в первую очередь, Станица Луганская. Раньше люди в нечеловеческих условиях использовали какие-то деревянные конструкции, переходили с одной стороны на другую. А как для людей пожилого возраста, а как для людей с инвалидностью это было делать? Сейчас это уже поменялось. Плюс уже то, что я вспомнил, сервисные центры. Когда человек приходит не просто на КПВВ, в котором есть там пару мешочков, здесь пару мешочков, там прошел, документы показал, он приходит, он может получить весь объем сервисных услуг, которые может получить гражданин Украины, пребывая на материковой части, можно так сказать, большой части Украины. Вопрос регистрации новорожденного, вопрос получения документов и для подростков, когда они могут это сделать, вопрос оформления пенсии, переоформления, индексации, всего остального это уже можно сделать вот именно здесь. Не надо пересекать, потом ехать в ближайший районный центр или какой-то и так далее. И это борьба за эмоции. Потому что до этого, кстати, еще важный тоже момент, изменение, которое произошло, это то, что Украина разбила монополию Российской Федерации на представительство той территории. То есть если раньше у нас были переговоры в ТКГ, когда были приглашены представители так званых, так называемых Орло, то у нас сейчас есть и другие представители, которые уехали с той территории, живут сейчас в Украине, но они корнями и мыслями, они оттуда. И у них другая проукраинская позиция, и это очень сильно мешает пропагандистской машине Российской Федерации вести ту работу, которую она вела до этого. У нас достаточно непростые времена, и перед нынешней властью стоят колоссальные задачи, которые нужно решать. Слава богу, многие решаются положительно, как мы с вами только что обсудили. Но вот еще один момент. Оценку действиям Конституционного суда Украины должна дать Венецианская комиссия. Мы уже переходим к следующей новости. Сообщили в офисе президента. После этого Верховная Рада может рассматривать инициированный президентом Владимиром Зеленским законопроект. Он направлен на восстановление доверия украинцев к конституционному судопроизводству. Всего в парламенте находится более 10 законопроектов, которые призваны вывести Украину из кризиса, спровоцированного судьями Конституционного суда. Я напомню, в конце октября КСУ принял решение, которое заблокировало работу антикоррупционных органов. Президент Верховной Рады и СНБО призвали судей КСУ подать в отставку. Игорь, скажите, пожалуйста, в этой истории Венецианская комиссия поможет Украине справиться с конституционным кризисом? Иначе никак не назовешь. И на кого мы еще можем надеяться? Возможно, на международных площадках среди наших партнеров, чтобы все-таки из-за того кризиса выйти? Ну, Венецианская комиссия, на самом деле, это очень такой серьезный орган, который занимается анализом разных законопроектов, изменений, реформ и так далее. Поэтому получить от него какие-то рекомендации, это, на самом деле, очень правильный и мудрый шаг. Поскольку законопроект президента, он не является идеальным, с моей точки зрения. Поскольку там есть ряд положений, которые, да, если они будут признаны большинством общества, если они будут проголосованы уверенным большинством в парламенте, да, мы можем говорить о таком политико-правовом подходе к решению этого вопроса. Но все равно будет оставаться всегда возможность критики, отмены даже этого реформы или подхода, или решения в следующем уже, возможно, составе конституционного суда. Поскольку Конституция Украины не предусматривает возможности расформировать конституционный суд или уволить этих судей, которые есть. Есть четкая процедура, которую нужно следовать. Поэтому очень интересно, на самом деле, будет услышать Юницианскую комиссию и ее предложение. Если говорить в целом о решении многих проблем, в том числе и с КСУ, я бы все-таки предложил президенту обратить внимание на конституционную реформу. И вопрос даже поставить более радикальный. Это принять новую конституцию, как новое соглашение между гражданами Украины и властью, да, или государством. И в том числе обязательная составляющая, это должно быть такое всеохватывающее обсуждение всех, ну, каждого даже гражданина, не только заинтересованных лиц, в том числе и тех людей, которые проживают на временно оккупированных территориях. Это очень важный момент. Поскольку у нас самая главная проблема – это недоверие государству как таковому. И, к сожалению, украинцы не разбираются, кто это, кто в этом виноват, и кто в чьих полномочиях принимать те или иные решения. Потому что, например, иногда парламент ругает за то, что делает, например, КСУ, КСУ ругает за другие моменты. Но, тем не менее, продолжая эфир, хочу, естественно, акцентировать наше внимание на крайне важной теме, за которой следим, начиная уже с марта месяца, мы говорим о борьбе с COVID-19, локдаун после праздников. Кабмин утвердил ужесточение карантина на 16 дней. Это произойдет с 8 по 24 января следующего года включительно. Ограничения похожи на те, что были во время карантина выходного дня в ноябре. Общепиты смогут работать только на вынос. Магазины непродовольственных товаров и ТРЦ закроют. Запретят также работу кинотеатров, театров и фитнес-центров. В школах и университетах будут каникулы, а вот детские сады продолжат работу. Массовые мероприятия запретят, при этом общественный транспорт останавливать не будут. Также будут работать продуктовые магазины, аптеки, салоны красоты, банки и отели. Кількость хворих этого тижня порівняно с минулими дещо уменьшилась. При фактически незмінной тижневой, наголошую тижневой, кількости тестов мы имеем майже на 8 тысяч меньше новых хворих за тиждень. Кроме того, у нас фиксируются дни, когда удушало людей больше, чем захворело. То есть ситуация сложная, но мы видим некоторые позитивные тенденции. И к нашей дискуссии присоединяется Максим Перебинис, народный депутат, фракция «Слуга народа». Он с нами сейчас на скайпе. Максим, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, насколько локдаун после праздников позволит снизить уровень заболеваемости? Мы явно видим, что количество новых случаев коронавируса снизилось. Что, естественно, оказало эффект в плане уменьшения нагрузки на медицинскую систему Украины. Незначительное, но есть. В принципе, если сейчас на данный момент, с учетом всех праздников и так далее, мы будем видеть, что количество заболевших будет увеличиваться. То есть тесное решение о введении карантинных методов, так называемого локдауна, будет приниматься. И, как было заявлено ранее, план введения, он озвучен на вчерашнем заседании Кабинета министра. Ну что ж, если мы следим, естественно, за здоровьем людей, также крайне важно, учитывая пандемию и здоровье нашей экономики, прямо сейчас говорим о поддержке предпринимателей в период пандемии. Президент Владимир Зеленский подписал законы о поддержке граждан и бизнеса в период карантина. Теперь наемные работники, предприниматели, компании, которые потеряли часть доходов из-за карантина, получат разовую материальную помощь от государства. Президент также поддержал закон об изменениях в налоговом кодексе. Для малого и среднего бизнеса на период возможного объявления карантина предусмотрен ряд налоговых стимулов. У меня вопрос к нашему гостю. Игорь, как вы считаете, вот такие меры помогут все-таки малому и среднему бизнесу сохранить свою процессдатность? Ну, безусловно, помогут. Конечно, будет очень много критики, что помощь в размере 8 тысяч гривен не такая большая. Будут сравнивать с поддержкой с другими странами. Но, опять же, давайте сравнивать экономическую возможность. Да, когда, знаете, приводят примеры Соединенных Штатов, но тут сразу нужно говорить и по ВВП, и по другим финансовым показателям. Соединенные Штаты Америки могут себе позволить элементарно включить станок, напечатать количество денег, поскольку у них мировая валюта. Украина, к сожалению, себе, или к счастью, может даже, не может себе этого позволить, не должна этого делать, поскольку это будут еще более экономические тяжкие последствия. Поэтому хотя бы да, ну, 8 тысяч гривен – это даже больше, нежели минимальная зарплата, даже после ее увеличения. Да, это не решит все проблемы, никто не говорит, но все же это будет определенной поддержкой. Плюс, давайте не забывайте о других программах, которые у нас есть. Это 5-7-9 дешевые кредиты. К сожалению, не такая активность бизнеса, как ожидалось. Пока роздано порядка 15 миллиардов, если я не ошибаюсь, а возможности программ еще больше. Поэтому здесь нужно как бы доверие. И тоже такой момент, что большая часть этих денег, она идет на рефинансирование. То есть предыдущие кредиты, которые избрались, они перефинансируются, и лишь там чуть более миллиарда, по-моему, может уже сейчас чуть больше, может ДУМ уже приблизительно, инвестиционные. То есть то, что вкладывают в развитие самого бизнеса. Но в целом есть. Плюс поддержка по утере трудоспособности. Тоже есть соответственная программа. Все деньги, необходимые, правительство вовремя выделяет для соответствующего ведомства, которое их переделяет и так далее. Поэтому, да, это не самое идеальное, что может быть. Но учитывая то, что состояние экономики Украины не идеально, это как бы та поддержка, которая будет плюс. Нужно также понимать, что сервисная часть, сервисная составляющая экономики Украины не самая большая. В Украине то, что нужно поддерживать, то, что будет влиять на ВВП и в целом экономику, это сельское хозяйство, это промышленность, которые больше экономики важны. Поэтому даже в такой мере все равно эта поддержка, я думаю, что она будет ощутима. Хотя, безусловно, критики будет много, но, опять же, просто сравнивать можно сравнимые вещи. Но вот критика очень часто обращена именно в сторону народных депутатов. Сейчас мы имеем колоссально уникальную возможность задать вопрос и нашему гостю по скайпу. Максим, скажите, пожалуйста, о чем говорят ваши политсили по поводу помощи малому-среднему бизнесу и как парламентарии видят решение этого непростого вопроса? Ну, среди наших коллег достаточно много людей, которые вышли из малого бизнеса. И поэтому эти вопросы достаточно чувствительны. И мы постоянно общаемся как с нашими избирателями, так и с теми людьми, которые к нам обращаются. И проблема поддержки бизнеса является достаточно чувствительной. Естественно, обсуждаются все возможные варианты. И, как абсолютно правильно сказал ваш гость, мы имеем какой-то ресурс, и, к сожалению, он не такой, какой нам бы хотелось. Мы хотим оперировать большим количеством моментов, чтобы иметь больше, больше помочь. К сожалению, сейчас, на данный момент, состояние экономики позволяет в таком формате оказывать помощь. И абсолютно с 8 тысяч, да, это то, что на данный момент может помочь. Те налоговые ослабления, которые тоже предлагаются президентам и кабинетам министров, да, это то, на что мы сейчас можем пойти для того, чтобы облегчить. И в дальнейшем, чтобы дать возможности не зачахнуть экономике, несмотря на то, что на определенные ограничения нам все-таки придется принять. И продолжаем тему поддержки предпринимателей. Введение кассовых аппаратов отложено на год. Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому до 1 января 2022 года отменяется обязательное применение регистратора в расчетных операциях для физических лиц предпринимателей. Документ также отменяет штрафные санкции. Максим, скажите, пожалуйста, почему представители малого бизнеса продолжали протестовать под Верховной Радой, даже когда им все-таки пошли навстречу? Потому что введение так называемой фискализации ее отсрочили. Поэтому речь идет о том, что в 2022 году все-таки станет вопрос о том, что все эти методы контроля и учета будут возвращены. Частично штрафные санкции были сняты, но они не были сняты полностью. Поэтому, естественно, это наиболее компромиссный вариант закона, который в данной ситуации мог иметь место. Но, к сожалению, компромисс не всегда на 100% удовлетворяет всех. Поэтому есть люди, которые, скажем, с этим не согласны. Ну, смотрите, все-таки, если мы говорим о том, что мы хотим жить по-европейски, мы говорим о том, что у нас там не очень хорошие дороги, не очень хорошая медицина. И те же люди, которые все это критикуют, они не хотят работать честно, работать прозрачно. А мы, естественно, говорим о поступлении, налоговых поступлениях в бюджет, из которого дальше уже и будут, как, например, сейчас, выдаются те или иные средства для поддержки малого и среднего бизнеса. Почему все-таки украинский бизнес, средний, малый бизнес, этого не понимают, если мы конкретно говорим о теме кассовых аппаратов? Как раз те люди, те ФОПы, с которыми, скажем, мы общались перед стенами парламента, то есть уже в непосредственной личной дискуссии, когда с ними разговариваешь и объясняешь необходимость, то, в принципе, когда речь идёт о том, что те налоги, которые они платят, они идут на медицину, на оборону, на образование, то, естественно, все это поддерживают. И когда же речь идёт об адресной помощи, и когда же речь идёт о том, что где-то у кого-то начинаются, скажем, появляться какие-то ограничения, то, естественно, свой карман ближе, и поэтому такой вопрос становится проблемнее. То есть нужно работать в плане того, чтобы всё-таки, и, как правило, все, скажем, люди, которые реально думают, они понимают, что это единственный путь, и к этому мы всё равно придём. Продолжая тему борьбы с пандемией, напомню, почти 170 новых случаев заболевания COVID-19 выявили на временно неподконтрольных Украине территориях Донецкой и Луганской областей. За последние сутки всего с начала эпидемии в Ордло признали 13,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 7 тысяч инфицированных выздоровели, к счастью. При этом коэффициент смертности составляет 9%. Это в 5 раз больше, чем на территориях, которые подконтрольны Украине. Максим, ваше мнение, насколько самопровозглашённые власти Донбасса скрывают статистику заболеваемости и, естественно, смертность от COVID-19. Ну, мы должны понимать, во-первых, что действительно количество случаев коррелирует с количеством обследований. То есть, если все случаи, которые в вопрос о коронавирусной болезни поднимаются и тестировать, то количество, естественно, случаев тоже будет выше. И косвенно говорит об этом, о том, что количества тестирований недостаточно, как раз и показатель смертности высокий. Потому что делают обследование, возможно, не знаю, но, в принципе, можно заподобиться. Я как врач. А анестезиолог, то понимаю, что если человека тестировать только в том случае, ну, преимущественно, когда у человека тяжёлая пневмония, и пациент находится на искусственной вентиляции лёгких, то есть в этом контингенте, то и показатель смертности будет тоже выше. То есть если тестировать только те, которые тяжело больны, то, естественно, мы будем иметь высокие цифры смертности, даже независимо от степени оказания качества медицинской помощи. Так что я считаю, ну, вот эти цифры говорят о том, что действительно, скажем, обследованность меньше. Говорить о том, что, скорее всего, эти цифры искусственно занижаются, ну, наверное, невозможно. Что ж, мы обязательно будем держать руку на пульсе этой крайне важной темы. И, естественно, говорим вам спасибо за то, что вы присоединились к нашему эфиру. С нами на связи был Максим Парабинис, народный депутат, фракция «Слуга народа». И переходим к нашей основной теме. Мы должны быть готовы к алгоритмам действий при вакцинации. Об этом сказал президент Владимир Зеленский. По его словам, власть также должна определиться, кто будет вакцинироваться первым. Главное – помочь медучреждениям. Ведь такую массовую вакцинацию в мире будут делать впервые, отметил глава государства. Тем временем в России уже начали прививать население несертифицированной вакциной «Спутник». Все подробности дали в сюжете. США намерены помочь Украине как можно быстрее получить вакцину от COVID-19. Министр здравоохранения Максим Степанов призвал временно поверенного в делах в США в Украине Кристину Квин поставить нашу страну в приоритетный список на получение препарата. Дипломат пообещала сделать все возможное. В частности, ее команда поможет украинскому Минздраву разработать логистический алгоритм и план вакцинации. Чему саме до неї? Тому що на сьогоднішній день компанії, які провели всі три стадії клінічних досліджень щодо вакцини, опублікували свої звіти. Всі три компанії є американськими. Це компанія Pfizer, компанія Moderna і компанія Novavax. Ці три компанії вже опублікували свої звіти. Ми бачимо безпечність використання цієї вакцини. Вважаємо за потрібно, щоб ми як мога швидше її почали використовувати в Україні. Скорее да, чем нет. Чаще именно такой ответ украинців на вопрос о вакцинації. Согласно социсследованию групи рейтинг, даже если процедура будет бесплатной, от нее откажутся 40%. Основная причина – недоверие к будущей вакцине. Будет зависеть от того, будет ли эффект от нее. Если я буду видеть по каким-то средствам массовой информации, что да, она помогает, да, я заплачу за себя и за всю семью. Пока что мне кажется, что то, что предоставляют как вакцина – это просто пиар-ход. Вакцины на самом деле нет. Однако большинство украинцев очень ждут появления вакцины от COVID-19. Беспокойство вызывает только стоимость. Только за вакцинацию. Смотря какая цена, понимаете, я тоже должна исходить из того, как по своим финансовым ресурсам. Ну, если, конечно, это в допустимых таких размерах, то нет, казалось бы. Особенно рассчитывают на появление вакцины медики. Естественный иммунитет по каким-то особенностям этого вируса, он не является надежным. И надежда на вакцину, конечно, велика. Это очень был сложный процесс. И суть в том, что процесс производства вакцины, он основан на обнаружении очень стабильного участка генетического этого вируса. И смею надеяться, действительно, что вакцина, сделанная на основании таких вот научных данных, она будет иметь силу против энного количества штаммов коронавируса, не против одного. Прививать украинцев от коронавируса собираются со следующего года. В проекте бюджета на 2021 предусмотрели почти 2,5 миллиарда гривен. А международная инициатива COVAX обещает бесплатно выделить в Украине около 8 миллионов доз вакцины. Это полный курс иммунизации для 4 миллионов человек. В первую очередь препарат получат медики, пожилые и люди с инвалидностью. Вакцина от COVID-19 в Украине появится вовремя. Глава Министерства иностранных дел Украина заверил, наша страна не окажется в конце мировой очереди на препарат против коронавируса, поскольку эта тема присутствует на повестке дня у президента, парламента и дипломатов. Не останемся в конце очереди и планируем достичь этого благодаря двум элементам. Активному участию в COVAX и благодаря дружеским отношениям с теми странами, которые получат доступ к вакцине первыми. Тема вакцины присутствует на повестке дня и в тезисах к разговору у всех – президента, моих, министра здравоохранения, послов в отдельных странах. Все над этим работаем, ищем, договариваемся. Тем временем в РФ решили не дожидаться завершения всех стадий клинических испытаний российской вакцины «Спутник Ви». Не доложите, а начнете. На совещании Владимир Путин подгонял вице-премьера Татьяну Голикову с началом масштабной вакцинации. Я знаю, что уже более 2 миллионов доз у нас произведено, или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производства первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник Ви». Это дает нам возможность начать, если не массовую, то масштабную вакцинацию. Завершим все подготовительные мероприятия, для того, чтобы доложить вам о готовности масштабно начать ее на следующей неделе. Давайте мы договоримся так, что вы на следующей неделе тоже тем, нет, а начнете масштабную вакцинацию. Хорошо? Нарисуй. Каждый день докладывайте. Давайте мы начнем вашу работу по масштабу. Крайне важно отработать механизмы доставки препаратов в регионы без задержек и с соблюдением всех требований по хранению. Проработать необходимо всю логистику, всю цепочку от производства до медицинских организаций. Массовая вакцинация стартовала в России 5 декабря. Сам президент Владимир Путин не может быть вакцинирован российским препаратом против коронавируса, поскольку он не сертифицирован, пояснил его пресс-секретарь Песков. В Евросоюзе вакцину «Спутник Ви» внесли в черный список. Ну что ж, Игорь, очень хочется понять, какова же все-таки политическая подоплека вот в этой массовой масштабной вакцинации, которая началась в России, о которой мы сейчас говорили? Ну, Россия очень сильно поспешила заявить о том, что у нее есть как бы вакцина, не переведя, самое главное, третьего этапа. У них выборка должна была быть 40 тысяч заявленных людей массовой вакцинации. Из них сделали только 20, и на основе уже этих 20 они дали свои показатели, сказали о большой результативности, 93 или сколько там процентов этой вакцины. Но на самом деле в мире скептически к этому отнеслись. Есть ряд публикаций, что если она не закончена, то как можно уже делать такие выводы? Даже статистически, если посчитать на следующие 20 тысяч, то это явно уже будет не то, о чем вы говорите сейчас. В отличие от других вакцин, вот Модерна, Файзер, которые делали, еще там Кэбриджская, по-моему, если не ошибаюсь, Великобритания. Ну, компании с мировым именем, которые уже десятилетиями. Они закончили третий этап, Модерна это 30 тысяч, они дали такую обширную документацию по всем этим фазам, как это проходило. Файзер тоже, у них 40 тысяч было, они его сделали. И много кто говорил в России, что вы как бы у себя не спешите делать вакцинацию. Плюс сам Владимир Владимирович как-то не вышел на экраны, не сделал при всех вакцину, не сказал, не показал, что она как бы безопасна. Часто говорят даже, что его как-то мало сейчас кто видит. При том, что по возрасту он там в зоне риска. Конечно, да, по возрасту он в зоне риска мог бы первый сделать. Поэтому сейчас они вот начинают Максову вакцинацию. Хотя, опять же, есть еще один очень важный момент, о котором никто не говорит, в частности на некоторых телеканалах, определенно направленных, о том, что производственные возможности Российской Федерации по производству их вакцины очень ограничены. То есть на сегодняшний день они могут производить 300 тысяч. Да, они говорят, что мы до миллиона можем выйти, но это будет через пару месяцев только. То есть они не могут обеспечить даже свою страну необходимым количеством вакцины, которая не прошла сертификацию. Они рассказывают о том, что Израиль закупил, Венгрия закупила. А у меня сразу вопрос. А скажите, пожалуйста, объемы. Сколько? Тысячу доз. Да, но Венгрия взяла тысячу доз. Они его посмотрят, как она там проверит там и так далее. То есть речь не идет о том, что будет происходить массовая вакцинация в тех странах, в которых рассказывают, что они закупили эту вакцину. Ну, это как пробника определенная, да, там и так далее. Потому что они просто не могут этого сделать. А вам не кажется, что, не дай бог, когда в России все-таки начнут страдать от этой вакцины, поднимется внутренняя паника о том, что же мы наделали. Начали колоть то, что не сертифицировано, и фактически подвергать опасности жизни россиян и проводить конкретно опыты. Ну, дай бог, чтобы такого не произошло. Дай бог, чтобы она подействовала все-таки. Либо хотя бы не было у нее серьезных побочных эффектов. То есть она может быть менее эффективна у защиты от коронавируса, да, но чтобы не было вот этих побочных эффектов. А российские власти вообще понимают какие-то последствия, которые они могут, я говорю про ответственность, уже дальше непосредственно перед судом, мировыми сообществами? К сожалению, им это не важно. Не важно им это. У них чисто это вопрос политической подоплеки, политического момента в том, что вот Россия была первая. Мы первые сделали, нас много кто там закупил, а вот Украина такая-сякая плохая, не хочет закупать через некоторых людей, которые это все здесь артикулируют. Поэтому меньше они пекутся на своих людях. Мы можем множество примеров перевести из Российской Федерации, когда вопрос, скажем так, блага народа, он не поднимался. А вопрос политического имиджа какого-то, он всегда выходил на первое место. Поэтому я думаю, что как раз суть вопроса состоит в том, что для них это не особо важно. Плюс они понимают, что электорально они пока держатся на хорошем уровне, у них есть возможности влиять на все эти процессы, хотя не все так просто. Можно посмотреть на регионы и последние выборы, которые проходили в регионах. Не все так радужно, на самом деле. Мы можем здесь вспомнить и на Востоке, как бы страны протесты, ну и так далее. Поэтому есть, скажем, есть такие проблемы, тревожные звоночки для них. Ну а в целом, опять же, для них важно было сказать, что мы первые, что мы самые лучшие. И, кстати, это тоже действует на самом деле на людей, даже в России. Это, кстати, это основная подоплека именно вот чего хочет Россия, какие цели преследует, когда впереди планеты всей, несмотря ни на какие-то запреты, рекомендации специалистов, я говорю, от людей, от медицины, все-таки начинать эту вакцинацию. Какая цель, самая основная? Цель – это исключительно имидж России, что мы великая страна, мы великое государство, мы первые, кто нашли решение этой проблемы, которая есть, а уже там Запад загнивающий, он был, значит, второй. И это хорошо для внутреннего использования. Очевидно, они очень хорошо диражируют это все через свою пропагандистскую машину, которая охватывает не только Российскую Федерацию, а множество стран Европы. В США, вот, кстати, не знаю, там транслируются, ну, наверное, можно найти, кто захочет. Ну, в Европе так точно. В многих странах русские каналы соответствующие, их достаточно много. Поэтому это исключительно вопрос пропаганды именно. Итак, к нашей беседе присоединяется Сергей Дубров, президент Ассоциации анестезиологов Украины. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Как вы считаете, что за спешка в России, вот связана именно с масштабной вакцинацией, кому вообще нужны эти эксперименты на россиянах при помощи несертифицированной вакцины? Ну, мое мнение, это политические амбиции. Почему? Потому что ни один лекарственный препарат, ни одно лекарственное средство не может быть рекомендовано к клиническому применению, если оно не прошло все фазы клинических исследований. Как мы знаем, российские вакцины, и спутник 5, и еще две вакцины были сертифицированы России без проведения основной, третьей фазы клинических испытаний. И поэтому нельзя рассматривать, на мой взгляд, ну и я думаю, что любой специалист согласится, нельзя рассматривать данную вакцину как средство для профилактики коронавирусной инфекции, поскольку именно на третьей фазе клинических исследований до 50% препаратов не получают одобрения для дальнейшего клинического использования. А какова вообще мировая практика сертификации вакцин? Проведение всех этапов клиническследования, изучение безопасности, эффективности того или иного препарата и вакцины в том числе. И лишь после этого, после анализа результатов, можно говорить об использовании препарата или вакцины в клинической практике. А скажите, пожалуйста, вот есть ли какая-то ответственность перед специализированными профильными организациями, например, перед Всемирной организацией здравоохранения, о том, что все-таки Российская Федерация, как мы видим, проскакивает эти этапы и, несмотря на всяческие предупреждения, начинает вакцинацию? Есть ли какая-то ответственность? Ну, препарат используется только в России или с одобрения государственных регуляторов в системе здравоохранения других стран. И тут будут нести ответственность, если будут нести ответственность только те инстанции, которые разрешили к использованию вакцину. Скажите, еще вот такой момент. Президент Владимир Зеленский попросил все-таки сформировать список. И, естественно, мы идем к масштабной вакцинации в Украине. Когда это произойдет и кто будет в списке тех, кто первый получает эту сертифицированную вакцину? Ну, на данный момент уже ведутся активные работы по приобретению оборудования для хранения вакцин, транспортировки вакцин. Это морозильные камеры. В мире еще не было прецедентов использования вакцин, которые должны храниться при крайне низких температурах. Если говорить о вакцине против SARS-CoV-2, вируса, который вызывает коронавирусную болезнь, то хранить вакцину необходимо при температуре порядка минус 70 градусов. На сегодняшний день прописаны техзадания, принято решение и проголосованы техзадания для морозильных камер. Разрабатываются вопросы логистики данной вакцины. И достигнуто соглашение по инициативе Кавакс о поставке 8 миллионов доз вакцин для возможности вакцинации 4 миллионов жителей Украины. Также, насколько мне известно, министр ведет переговоры с производителями вакцин о дополнительном приобретении. Скажите, пожалуйста, вы как специалист, как вы считаете, кто все-таки в первую очередь должен быть вакцинирован и почему, естественно? И второй вопрос сразу хочу вам задать. Украинцам крайне важно понять, хорошо начинается вакцинация. Когда, сколько времени пройдет, чтобы мы закончили борьбу с COVID-19, перестали носить маски, был отменен карантин, и страна зажила прежней счастливой жизнью? Сложный вопрос, но в первую очередь, конечно, нужно вакцинировать группы риска. К группам риска относятся медицинские работники, которые работают с пациентами, инфицированными SARS-CoV-2. К группам риска тяжелого течения относятся лица старшего возраста, старше 60 и 65 лет, и особенно лица с сопутствующей патологией. Также представители сферы образования, национальной полиции, нацгвардии должны вакцинироваться в первую очередь, мне так кажется. В принципе, и правительство, и министр здравоохранения, и президент также выделяют эти же приоритеты. Когда закончится, очень сложно сказать. Зависит от того, сколько доз вакцины, кроме этих 8 миллионов, еще удастся приобрести, и как быстро провести вакцинацию населения нашей страны. А скажите, что нужно делать в плане, возможно, какой-то медийной кампании, и как воздействовать на тех людей, кто? А есть последние исследования о том, что мнения разделились. Одни будут вакцинироваться приблизительно 50 на 50, а другие не хотят. Как на них будет воздействовать непосредственно медицина, люди от медицины, ну и дальше уже политики? Ну, соцопросы показывают, что если вакцина будет бесплатной, то вакцинироваться готовы больше 50%. По-моему, там около 65-70% населения готовы вакцинироваться. Заявления на сегодняшний день представителей правительства говорят о том, что вакцина будет закуплена за бюджетные средства, то есть большая часть населения сможет вакцинироваться бесплатно. Конечно же, мне кажется, что медработники, лица старшего возраста, учителя также нацполиция, нацгвардия должны вакцинироваться бесплатно, и у правительства есть деньги для приобретения вакцины, вакцинации этих категорий населения безоплатно. Спасибо. Спасибо вам огромное за то, что вы нашли для нас время. Мы очень ценим вашу точку зрения. Друзья, напомню, что у нас на связи был Сергей Дубров, это президент Ассоциации анестезиологов Украины. Ну и мы продолжаем наш разговор с нашим гостем, Игорь Петренко, политолог в нашей студии. Игорь, как вы считаете, вот если мы сейчас говорим о том, что ждем масштабной вакцинации, по вашему мнению, украинцы готовы к этому психологически, потому что есть разные, опять же, согласно различным рейтингам, опасения? К сожалению, да. У нас идея вакцинации, она дискредитирована достаточно давно. Я ее ярый приверженник. Я вакцинирую сам, вакцинирую своего ребенка. Безусловно, я очень тщательно проверяю вакцины и выбираю из того перечня, который есть в частности. Грипп – это бельгийская вакцина, одна из самых лучших, как во мне. Вот. Поэтому вакцинация, она должна быть. И возвращение в Украине очень многих заболеваний – это проблема как раз того, что у нас недостаточно была вакцинация. В частности, и дифтерия, и так далее, и кори, и краснуха. Множество заболеваний, которые, в принципе, в цивилизованных странах уже давно-давно нет. У нас, к сожалению, они раз позарасы и возникают. Я очень надеюсь, что как раз коронавирус здесь сыграет нам в плюс. И мы обратим на это внимание. И будем более тщательно к этому подходить. Безусловно, здесь нужна очень серьёзная компания. Компания просветительская со стороны государства, с привлечением селебритис, с тем, чтобы говорить людям о том, насколько это важно. Поскольку без этого мы не можем вернуться к определённому уровню нормальности. Я думаю, что мир уже не будет прежде никогда таким, какой он был. Это точно. И вопрос, допустим, ношения масок – это вообще должно стать в культуре у нас. В частности, в местах большого скопления людей. В супермаркет, если вы ходите, я думаю, что даже после этого стоило бы использовать маску. Ну, сейчас лучше даже научить наших граждан носить её правильно. Закрывать как бы носы – это самая большая проблема. Это тоже влияет очень на количество заболеваний. Не надо думать, что вы как бы бессмертны. А ваша халатность, она может принести смерть, если не вам, то кому-то другому. Поэтому это очень важный момент. Поэтому просветительская компания однозначно должна быть, достаточно серьёзная. Безусловно, было бы очень хорошо, если бы мы смогли это покрыть с госбюджета, закупить соответствующие вакцины. Нужно понимать, что вот сейчас есть, да, Украина, она, значит, не котируется в мире, её никто там не уважает. Мы будем в конце там листа по продаже вакцины. В мнении скептиков это всё-таки. Ну, смотрите, любая фармкомпания, она заинтересована в том, чтобы наращивать своё производство. То есть, если мы на сегодняшний день говорим, что Pfizer уже может миллиард доз производить в месяц, я не планирую это увеличить. Так же самое и Moderna, так же самое и другие страны Великобритании. По-моему, Кэмбриджский институт, если я не ошибаюсь, могу ошибаться, прошу прощения сразу, они будут наращивать, их будет всё больше, больше и больше. Поэтому это уже как бы хороший показатель того. И, то есть, это не означает, что она будет доступна. А чем больше будут производителей, больше будет вакцины, тем более она будет дешевле. Но мы должны также понимать, об этом тоже сейчас не очень говорят, что вакцина, допустим, Модены, она даёт вам уверенность от того, чтобы вы не то, чтобы даже не зародились о тяжких последствиях исключительно на три месяца. Вот у нас есть так называемые ДНР, ЛНР, и Россия всячески показывает, что вот гуманитарный конвой, гуманитарная помощь, помогаем там, как говорят, братскому народу. Ну а всё-таки, а где же здесь беспокойство о самом важном, о здоровье? Что они будут в своих... что будет госпожа Скобеева говорить в программе 60? Нет, они придумают. Я думаю, за них волноваться не надо. Они могут многое ещё придумать, на самом деле сказать. Ещё и фотофакты какие-то, там, скомпилированные, как бы сделать, что уже не раз происходило. Вопрос просто в том, а давайте спросим, а сколько Российская Федерация передала там аппарат в ШВЛ, допустим, для УРДЛОУ, а сколько МРТ, КТ, они могут это всё, допустим, делать и так далее? Уровень смертности, о котором мы говорили, да, почти в 10%. Давайте напомним, что в Украине это 1,8%. Плюс это один из самых низких показателей. В Европе, в той же Германии, если я не ошибаюсь, это около порядка 4% и в других странах. То есть, ну, опять же, это много о чём на самом деле говорит. Поэтому помощь, гуманитарная помощь Российской Федерации, она больше, наверное, направлена на самих, скажем так, боевиков или привилегированную часть этого конструкта, который они создавали. Я говорю вам огромное спасибо за то, что вы нашли время, присоединились к нашей дискуссии. Друзья, у нас в студии был политолог Игорь Петренко. Говорю спасибо всем нашим гостям, экспертам и вам, дорогие зрители. Это была программа «На самом деле Украина». Будьте в курсе самых важных событий благодаря нашим интернет-ресурсам и телеграм-каналу. Адреса прямо сейчас появляется на ваших экранах. Оставайтесь с телеканалом «Дом» и будете знать, что же происходит на самом деле. ДО Easter – Дорогел ДО相вabs ДО monthly – ДО – ДО – – – – Продолжение следует...